здравствуйте мои дорогие подписчики с вами провансалочка сегодня у нас 4 апреля 2023 года вот смотрите уже у нас и апрель вот я знаю что у вас у многих снега но у нас не тот случай у нас до сих пор нет дождей в сегодня ночью у нас обещаем все мои три программы по прогнозу погоды показали что будет идти дождь ночью утром и в обед вон там я вижу на борис обрезанными мимозу я ему вчера показала потому что это но она такая некрасивая на своих кончиках я решила вам снять сегодня видео потому что в субботу я улетаю на четыре дня в голландию у меня очень много работы в теплице по поливу и так далее некогда снимать некогда монтировать поэтому я уже думала вторник пойду сейчас вам быстренько пройду сниму вот смотрите вы видите как у нас уже бутончики на розах распрекрасные вот даже смотрите тут вон их несколько их несколько вот здесь тоже видите несколько бутончиков вот эта роза моя это мари клер которую я обчикала вот не знаю здесь у меня две розы посажена одна по-моему golden shower желтая такая роза была вот а вторая была мария клер и я надеюсь что один из стволиков это от нее что ж у меня нету не фиксируется ага вот ждем дожди вот я все я удобрения просыпала позавчера ждем дожди дожди все нет и нет и нет и нет и послушайте это просто какой-то ужас где-то заливают потопы у людей понимаете такие катастрофы вот наводнения у нас наоборот дожди просто нет от слова совсем вот так что мы без конца в поливе он ведь везде я подсыпала удобрение голубое у меня прошлого года оставался мешок она у нас стала таким дорогим а вот это послушайте это вот чабрец и бессмертник который я сюда подсаживала это бессмертник который мы привезли с этих скулин с прогулки хотите как хорошо зазеленел просто вот я воткнула и видите и все взялось чабрец и конечно наверно отсажу потом он уже хорошие крышки дал а бессмертник может быть и оставлю потому что я в этом году не планирую много покупать новых цветов поэтому ну пусть пусть разрастается вот это растение послушайте я сканировала не дала она мне название во всяком случае не то что это может быть девочка вы мальчики знаете это нам 4 растения таких отдали взять мариса его дочка сейчас работают они вместе в питомник это вот я просто всунула этот у меня такая вот есть привычка отломается что-нибудь и рядышком горшок всуну они берутся вот поэтому что-то тут подсаживаем что-то поливаем огородной огороде же много дел поделали сейчас входим туда вот видите целую большую ветку вот спилили она прям закрывала эту сосну уходила туда но она такая была страшненькая там много было мертвых веточек и чуть-чуть я сказала мариса что о кошка понеслась чтобы он не выпил тоже выпилил здесь вот веточку потому что смотрите у меня она прям все тут закрывала у меня видите внизу это будет меньше что чуть-чуть открыла там смотрите у меня огромный лавровый лист и вот он там цветет уже так сейчас посмотрим как нам его поближе сегодня солнце нет ну это не страшно послушайте снимается хорошо смотрите видите я никогда не видела как цветет добрый лист надо же так начинает раскрываться мой клен японский ну вот у него много мертвых веточек я уже вчера рассматривала вот здесь вот например смотрите видите две веточки подряд но вот я его всегда чищу вот здесь вот веточка тоже видится мертвая вот я всегда чищу чуть попозже когда уже хорошо откроются листочка чтобы не срезать то что потому что вот смотрите например вот это вот веточка вот я бы ее если бы не было до почек я бы и срезала как мертвого она вот видите живая поэтому я немножечко оставляю вот начинает мой чубушник тоже выпускать листочки молодец умничка вон они у нас прям на крышу там идут и клен идет на крышу и чубушник идет на крышу но хорошо вот но все вы помните да что морис спиливал акацию больную там вот я смотри веточки которые оставили весь почки но все равно дерево больное поэтому вряд ли она там оживет как надо но и здесь вот у нас дыры надо нам ехать магазин покупать эти соломенные эти коврики не знаю как они правильно будет по-русски называться и с этой стороны каким-то образом закреплять морис вот видите он натянул много пробок уменьшил расстояние то есть вот между металлическими до на что было сделано на тоннеле он еще натянул проволоки чтобы было проще прикреплять потому что иначе я не смогу обедать на столом послушайте сколько было грязи но вот я снимала вы уже там посмотрите наверное в том видео вот видео мне выходит с очень большим опозданием как всегда не успеваю я вот надо все почистить уже слушайте скоро будет засветать мой жасмин вон я вижу бутончики я никак не вычищу эти мертвые ветки на его очень сложно чистить потому что трогаешь веточку тянешь а там зеленое все тоже такое знаете занятие не для слабонервных я потом переживаю что поврезала все смотрите видите сколько бутончиков это вообще все в райской жасмин это зимний жасмин называется вот моя бургмансия пошла и что-то она сразу слушайте подцепила какой-то хлороз может быть я много удобрения дала но не знаю вот мои жасмины которые я помните заказывала на скидках вообще шикарно пошли жасмины кроме розового все четыре раз два три четыре белых жасминчиков все абсолютно медицина он уже выпускают новые побеги я уже одну веточку закрепила чтобы она одна веточка пойдет вот так по стене а вторая веточка пойдет вот на этот угол со временем нам все закроют будет красиво а здесь у меня смотрите мои хорошие это сам укрепился в том году господи выскочил с головы это плетистое это растение что у меня на стенке было в прошлом году ну вспомню буду ходить а вот тут горшок в котором сидела сидел куринь мамин он весь мертвый вот дальше здесь у меня эти диапилочки просыпаны это я подсадила лилии вот там что вот у меня корешочек это у меня по-моему эхинацея вот палочка стоит видите посреди это что-то было в корне вот этого вот деревца в коем на но что-то желтым цветет я думала что это лютик но на лютик не похоже может на самом деле какое растение дикое я посчитала что это хорошее растение ну розы посмотрите они все абсолютно и вот это вот такие вот кучеряшечки как я говорю это все это все бутоны будут вот они видите таким красненьким то же самое на сезаре на сезаре посмотрите он видите бутончики но послушайте специально не трогаю эту ветку видится она немножко так вот наклонилась параллельно потому что именно вот в таком под таким углом выпускаются вот эти вот все веточки и на них цвет цветение идет поэтому не трогаю пускай процветает потом закрепим вот видите горшки все убраны прям ночью все убирала потому что показали программы что будет сегодня один градус ночью должен был быть на самом деле было 6 ничего я убрала потому что три следующих ночи будут прохладные ну вот наша камелюшка послушайте но в этом году можно сказать вон там бутон вон упал он так и не раскрылся в этом году можно сказать что камелия это решила отдохнуть бутоны есть но вот они все мелкие вот кто помнит она вот веточка вообще тут вот мертвая сейчас отцветет я ее чуть-чуть подрежу вот шикарная шикарная конечно это вот мы покупали мне на 60 лет эту камелю я давно хотела розовую и вот она у меня так хорошо два года цвела в этом году послушайте что-то лист теряла она и все и перед но вот они не любят перестановки но вот сейчас уже поставили и она мне вот это вот место закрыла на котором вечно ничего не растет вот и уже я ездить трогать не буду после обеда от елки и будут здесь тенечек что хорошо вот это вот мой этот жасмин который очень очень пахнет который я собираюсь сушу на чай на свои вот и я его и кормила в этом году он такой как-то он меня за эти годы он такой знаете такой полу плитистый это у меня ветка тут она будет вытащить а то поломаю жасмин от этого от клематита вон видите горшкой стоят перевернуты это я не хочу чтобы тот клематис он не цветет он только мне мешает а здесь у меня теперь посмотрите вот у нас уже жасмин пошел вот он сидит кто помнит вот такой вот росточек я покупала в подарок не покупаю что-то покупала мне в подарок вот такой росточек далее этого жасмина вот он за два года посмотрите как нарос то есть он я вот его буду раскладывать вот так вот по всей этой арочки и закроют она мне все и вот жасмин который я заказывала розовый вот он сидит ну вот я на нем не вижу никаких признаков этого обновления то есть он еще спит ну знаете все жасмин разные надо убрать отсюда мне гиацинты я уже говорила уберу гиацинты здесь вот я присадила эти приму и там тоже он так видите только листочки но это все что вот морить привез из теплицы то что они собирались выбрасывать им мешало они нам отдали я говорю когда уже и вот смотрите видите гуара вот тоже вчера он ездил за землей в теплицу привез мне три горшка кстати нужно подсадить вот если дождик пойдет вот вот у меня с прошлого года даже с позапрошлого его тоже видите такой большой я сейчас вот здесь вот еще их так вот пересажу эти три горшочка я люблю они потом так развиваются красиво ну вот тоже тут смотрите земля такая уже старая там послушайте ну вот они лезут вот он вот он видите вот он есть новый росточек и здесь здесь даже не знаю будет что или не будет в третьем горшке ну посмотрим вот наш второй этот вот кустик вот этого вот деревца который я не знаю что это за деревце присадили вот туда я пересадила тыщи листника один вот привез морис горшок это вероника у меня был такой большой густ она боится заморозков вот видите вот одна веточка только живая все остальное мертвое не знаю ну пусть постоит вдруг чудом вылезет что-то ага вот здесь вот мне птички накакали на розу видите мы им здесь это повесили это кольцо это мне не нравится посмотрите такой желтый этот весь жасмин так они плохо из зимы выходят и вот я же его и поливаю послушайте удобрение я ему дала жасмин и любит удобрение такой прям некрасивый как они потом становятся зелеными я вообще не понимаю большая большая у меня потери в этом году тех взрослых растений очень большая леонардо да винчи посмотрите какой-то на него вот вот сюда я пересадила полы буду ее потом это формировать чтобы она была таким шариком каким-нибудь не очень большим вот здесь вот мы с малисом повырезались немножечко это расчистили но еще эти ветки нужно все укладывать тоже когда заедут руки посмотрите какие прекрасные тюльпанчики сегодня даже не раскрываются потому что солнца нет вот а это тоже вот эти незабудки тоже было сколько штук шесть наверное семь полуживых здесь вот маленькой но ничего они возьмутся эти цветочки живучие вот вы здесь тоже красивые у меня тюльпанчики сегодня даже не открываются нету солнца вот здесь у меня подсажена две георгины смотрите какие идут лилии огромные видите потом вот я буду эти уже столбики буду убирать вот там он тоже смотрите идет такая лилия рядом с с прошлым этим с прошлым с прошлогодним этим такой ногой я оставляю иначе потом послушайте они когда вылазит иногда я тут хожу чищу что-то вырываю сорняки и потом утаптываем ломаем первые эти побеги побегают что выходит из земли от этих лилий потому что я их не выкапываю вот здесь опилочки видите это подсажены новые здесь вот тоже вот я штук десять я подсадила на новых лилии больше у меня их не было вот очень хорошо прошу пошел у меня это шалфей вот этот синий ну что значит послушайте я тут поливала два раза за три дня и так хорошо хорошо вот эти вот смотрите собачки видите уже цвести будут короче я там обрезала сухие веточки взяла вот сюда приткнула этих собачек если не буду забывать поливать может быть и возьмутся вот вот здесь вот у меня лилия тоже сидит вот здесь вот видите честно это раскопала ну короче послушайте когда все зайдет тогда я увижу где что присаживался честно я уже не помню вот так что лаванда у меня такая хорошая смотрите вот это вот лаванда папион бабочка а вот это английская лаванда вот они меня оба этих два горшка стояли в теплице поэтому они такие ничего вот это лаванда стояла у меня за ставнями слушайте отцвела же всю зиму то помнят ну вот видите начало желтеть все таки она устала вот что тут еще у меня нового вот это вот вишня карликовая в горшке будет сидеть весь этот год и такая послушайте уже прям такие хорошие пустила листочки а чайное дерево в теплице я чуть не загубила вон видите желтая все подсохла и вот она смотрите сейчас вот стоит на улице видите сколько бутончиков будет свести а это я так подойду вот когда в перчатках прям так поширущу по это почищу почищу ну короче благо я вынесла вовремя то есть надо понимать что чайному дереву плохо в теплице то есть ему жарко хотя ну я смотрела минус пять самое большое вот может быть рано вытащила я свои иониумы но уже заносить не буду пускай уже стоят растут вот это такая хорошенькая такая мраморная такая пусть бы разрослась красавица такая я вчера сломала переставляла горшок сломала надо будет это пускай полежать потом присажу вот так что мои хорошие здесь еще не работала на своим уголком где у меня будут всякие травки муравки на эту сторону тоже не ходила ничего не делала здесь вот выжил у меня остеоспермум это моя гапанте если правильно сказала вот здесь у нас тоже бутончики уже это букетная роза пошла моя шарт роза до парма тоже вон смотри я думала не пойдет тоже пошла это акапелла большой куст и вот она высокая я ее сколько не резала послушайте пониже она все равно вся вытягивается поэтому вот я ее оставила такой высокий высокой может быть осенью и есть был бы смысл ее снова обрезать покороче но она потом тоже долго нарастает вот здесь я астурцию присадила прикле закрепила кирпичом потому что вчера вчера был такой ветер вроде тела стекло представляется здесь вот хорошо розочки тоже взялись а вот это вот розочка девчонки я не помню у меня где-то записано это если я покопаюсь в этом своих записях она очень красивая такая какая-то розово-бежевая сидела вот на этом месте где сейчас шалфей вот у меня сидит видите лет пять а то и шесть сидела вообще не росла ну вот я вместо чтобы выбрасывать взял ее вот сюда пересадила в прошлом году и здесь вот она видите пошла ну и хорошо ну и хорошо раз пошла правда же ну вот моя будлея ой будлея это да будлея начинает это зеленеть я в этом году хорошо почикала так ну что здесь вот у нас немножко тюльпанчиков есть гиоцинты отцвели вон тысячелистник этот ой это пижма у меня это не тысячелистник это пижма все вот так вот потихонечку вроде бы как слушайте начинает зеленеть я тут поливала поливала несколько раз ну смотри потянулись мои тюльпаны вон видите под этой хурма под хурмой видите вон целая семейка вот это белые тюльпанчики они сами по себе там размножаются эти чуть-чуть тоже потянулись это вот колокола вы эти вот огромные вот эти вот но я их конечно с ними боролась но что осталось мало смотрите как красиво смотрится вот эти вот тюльпаны они такие слушайте вот они как бы ты их называешь вот как на картинке они как нарисованно и смотрите какие приволос здесь классные и вот я здесь вот еще подсадила примул тоже, ноготки вон там взялись у меня, вот здесь всякие там эти тюльпанчики, но мы еще разнесли, послушайте, никто их здесь вот в таком порядке не высаживал, они у меня все в основном были там тюльпаны, сейчас они все переместились вот сюда под хорму, ну и ладно, здесь еще я полю гиацинтов насажу, мне досталось там штук двадцать минимум гиацинтов, вот я их высажу себе вот здесь под хормой, будет у меня тут весной, такие запахи, вот пион, вчера кошку гоняла, хотела тут мне в туалет идти, он и так тут уже беденький, чуть живой, смотрите, с каждым годом все меньше и меньше бутончиков, вообще там три бутона, а то четыре и все, ну вот он идет из земли, что радует, но он очень старый и послушайте, он доживает век, там видно корни в эту, как его вызвести в эту ушли с глиной, не смысла вообще трогать его, потому что ну загублю совсем, а так вот еще может быть в этом следующем году подсветет, здесь у меня такие прекрасные календулы, вот уже можно начинать собирать, смотрите какие яркие-прияркие, вот я от галочки привезла несколько календул, там подсадила, может быть разрастутся, я не знаю, что случилось, вот эти календулы у меня здесь сами подсеивали всегда, вот они то там, то там, короче по всему полю, и потом случился такой момент, они вот как пропали, ну вот, ну вы знаете, с одного кустика можно насушить календулы, как мне лично, одну на целый сезон, ну такая формушка какая красивая, так вот здесь вот тоже, видите, весь мертвая веточка, это нам сломали, это сломали тут были ветку, это шел большой трактор, так, откуда идем, где ты была, вот мне кажется она выходит на дорогу, потому что я ходила в эту подсобку, она спустилась там на эти, на холмы, и уже возвращается вон откуда, может и на дорогу вышла, она же проходит через эту сетку, ах ты паразитка, ты такая, ой, эта кошка тоже, я за нее трясусь, она все равно своенравная, вся в хозяйку, вот, так что посмотрите, как у нас тут смотрится, уже кое-что, да, уже так весна, уже видно, ну у меня много, конечно, мертвых растений, иди домой, ах ты, Велена, ты такая, она понимает, что я ее ругаю, видите, хвостом стоит, она мне мотает, недовольная, она же мой голос понимает, когда я с ней ласково говорю, когда ругаюсь, ой, ну я на нее так уже ругаюсь, прям страшно ей, правда же, прям она все испугалась, далеко не пойду, потому что кошка побежит за мной, послушайте, хожу самой же, я же болею целую неделю уже, горло болит ухо, и давление у меня поднялось, у меня такие шумы в ушах, смотрите, вон, только я начинаю двигаться, сейчас она пойдет за мной, нельзя сюда ходить, вот, здесь у нас мушмула, вот, и смотрите, как раз, ну, уже отцветают эти, дикие эти сливы, вишни, ну, это ничего мы никогда, конечно, не едим, потому что птицы все склевывают, а здесь, вот, смотрите, столько ирисов, ну, а за это ты куда, так шустро, видите, целая у нас это, аллея ирисов, и опять пригнали трактор какой-то, и опять, вот, смотрите, видите, снизу, все нам сбрили, ну, если дожди не пойдут, они у нас снизу цветут, у нас были уже такие года, когда они просто, ну, им не хватает влажности, хотя это и дикие ирисы, вот, начинает сирень, посмотрите, о, сирень, смотри, о, подождите, забыла, соли ружи, смотрите, Мария же привез там, у женщины он работал, и он мне привез там, он говорит, а сирень не такая, но это не, это не дикая, наверное, сирень, посмотрите, мне кажется, она будет вот такая, как ее, вот именно такого сиреннего цвета, смотрите, какие красавицы, ну, значит, будет у меня здесь потом под окном сирень, то есть, а вот черемахи, девочки, я никогда здесь не видела, и даже, если честно, даже не знаю, как по-французски, у нас по-французски лилии называются, лис, видите, пошла за рожей, вот, и второй, второй, смотрите, будет левушка, это, который у меня трехцветный, тоже, который мне в подарок досталось от Жака Бриянта, уже в этом году она будет прям хорошо, она уже в том году у меня цвела, в этом году я уже начну ее, когда она цветет, уже снизу убирать веточки, чтобы она у меня тянулась вверх, вот, это у меня бузина, смотрите, какая, о, темные листочки, ну, не знаю, они, наверное, подзеленеют, то, что бузина же есть с темным листом, и вот здесь вот она идет, видите, надеюсь, что у нас еще пойдет из земли, вот, это тоже деревца, это как ясени какие-то, послушайте, они у нас подсадились там в это, на наши склоны, вот, Мариса, я показала, мы думали, это акация, послушайте, это не акация, вот такие деревца тоже у нас здесь растут, и вот второй кустик, что Марис привез, видите, тоже какая красавица, вот, а что у нас будет, сирень, так, это тоже, что это, это не такое же дерево, не знаю, короче, у нас, посмотрите, мы же все позасадили, теперь у нас осталось уже, только вот между этими, еще можно подсаживать, еще места достаточно на всякие там кустики, правда, вот, уже все позасадили, короче, я своему мужу своему говорю, вот, приедет твоя сестрица, как увидит, сколько мы тут всего поднаделали, поедет жаловаться, ну, не жаловаться, рассказывать брату, скажет, забрали все место, рассмотрите, урожай какие-то мальчики хорошие, хорошие, вот, ага, здесь рожей стриг травку, здесь вот была полянка мускарей, я же вот его просила, не состригай мне мускарей, но это ничего страшного, они все равно в следующем году выйдут, но просто я его просила оставить здесь мне мускарей, вот он не оставил, вон там, сказала, не стричь, видите полянки, ромашечек, и вон там поляночка ромашек, ну, вот эти ромашки, они здесь раньше, у них не было ни одной, и мускарей тоже не было раньше, вот видите, солнца нет, поэтому они не открыты, вот, они вот подселились сами, и теперь они будут забирать все поле, потому что раньше у нас вот на этом поле были одуванчики, вот просто у меня даже есть фотография, еще, когда я только сюда, к мужу переехала жить, я лежу здесь, в поле одуванов, потом они куда-то исчезли, вот, а сейчас, вот, рассеиваются ромашки, это очень хорошо, вот, а здесь у нас, смотрите, девочки, ну что, опять, я же не могу запомнить название, вот это, которое оранжевыми колокольчиками, это растение растет, которое у всех растет, кроме нас, это наша вторая попытка, а прививка, а прививка, это вот этот, слушайте, так тут еще, тут, я думала, это прививка на девичьем винограде, но похоже на девичьем виноград, так что, она еще нам винограды даст, что ли? Это что, грозди? Я ее тут вырезала каждый год, ой, ну посмотрим, а что, сейчас я буду сканировать, что это за растение, может, это не виноград вовсе? Первый раз у нас это, слушайте, какие-то грапы тут, а что это? Вот так вот, растение, резала-резала, я вот тут вырезала-вырезала, потому что это прививка, вот это вот, на эту прививку было привито вот это растение, которое я никогда не запоминаю, как я его зовут, это такие оранжевые колокола, оно такое плетистое на этих, вы гляньте, что творится, а что это за такое, это что? Какие, а слушайте, а может быть, потому что вот мы были в деревнях, и там прям вот эти вот заросли вот этого вот винограда девичьего типа, да, на стенах, и прям висят вот эти вот виноград, но его не собирают, а не знаю почему, может быть, он несъедобный, и прям висят эти грозди винограда, только у нас, может быть, это виноград теперь здесь будет, но надо же. Послушайте, я не знаю, вот оно впервые у нас выдает вот эти вот грапы, конечно, посмотрим дальше, я вот сосканировала своей программой, но оно 46% дает, что это какой-то подвид клена, вот, он что-то там идет тоже из платана, вот, но единственное, что показывает, что, да, вот, это прорастает именно в наших регионах, Средиземноморье и вся территория Франции, ну, не знаю, девочки, вот его надо будет мне еще покопаться, какой тип вот этих эраблей берут на прививку, тогда, может быть, что-то лучше выйдет, надо будет это, когда будет у нас взять Мариса, спросить его, он хорошо знает растения, вот, розочки, смотрите, я уже показывала вам, вчера тут тоже мимо проходило, полно бутончиков, конечно, все будет вести, понравился им обрезка, ну, и слава богу, а то в прошлом году вот это вот прекрасное, это дело Балфуа, прям она вся была больна, и такие цветы были мелкие, вот, вот это вот, видите, эти вот такие вот листочки, которые идут с хлорозом уже, и такие мелкие, их надо просто вот берем, я беру, просто вот так вот убираю, и все, когда время на это у меня есть, так что вот такие дела, вот наши миндали, Марис прямо вчера мне говорит, ой, миндали у нас так вроде бы хорошо взялись, ну, и слава богу, правда же, вот, это шелковица, вон она вся, видите, я так понимаю, что это будут ягодки у нас уже в этом году, посмотрим, черные или желтые, но быстрее всего черные, а было бы желтые, может быть, даже лучше было, ну, хоть какая пускай будет, наши шикарные артишоки, ага, смотрите, они колючие, да, нельзя трогать их голыми руками, видите, вон идет артишочек, красавец, я тут это подливала, это вот зеленое удобрение, что травы, да, настаивала, прям послушайте, сколько тут, дня четыре назад, смотрите, прям пошел, пошел, теперь вот я вижу точно, что вот эта вот часть мертвая, надо будет прийти с секатором обрезать, ну, хоть пошел, это у меня этот, кассис, кассис, это черная смородина, а это айва, вы посмотрите, какая красотень, вот, вот, по, на тебя, давай яблочки, в том году ни одного не было, вот, вот, видите, я же вырезала серединку, вот, которая была больная, вот эти вот все наросли, вот он теперь у нас будет таким большим деревом-кустом, очень мне нравится, как он цветет, почему он, она, уже смотрите, видите, вот там у нас какие-то там не пчелки, там, может и пчелки кто-то там уже, смотрите, пьет сок, вот, красивые-красивые, обожаю, обожаю, как она цветет, пахнет не очень, нет, запах так себе, хочу сказать вам, ничего особенного, а вот цветы красивые, правда же, вот, вот здесь вот тоже, вот у меня, видите, черная смородинка, прям хорошо пошла после этого полива, я и здесь выложила эти остатки, и айбу полила, и виноградники полила, два кустика, а это, посмотрите, видите, мы же перенесли сюда деревья, он, видите, яблони зацветает, колоновидная, мы решили оттуда его убрать, потому что это, заедали там эти муравьи, нам эти деревья, я, что я только не делала, чем мне надо сюда прийти, сейчас мне вот этой вот доломитовой пудрой тоже посыпать, вокруг деревьев у меня целая ведерочка я купила, потому что муравьи начинают появляться, я там нашла возле дома, посыпала этой пудрой, вернула через несколько там времени, но времени через некоторое время, и это, их уже не было, розмарин здесь цветет шикарно, а возле дома не цветет у меня розмарин, вот, смотрите, у меня вот, видите, это вот это брукколи, и романеска, капуста, и там полно семян, может сходить семена собрать, а че это я, надо хоть срезать, унести, где они подсохнут, потом потрясу, и все, салатики пошли, которые мы купили, салатики, вот, а здесь малина, это сосед принялся, прям хорошо она пошла, вот здесь вот тоже почка была, не знаю, пойдет, не пойдет, но вот один кустик, вот видите, пошел, так, наша редиска, наш салатик, вот там салат, вы затеплите, который закрыт, и тут повыше, ну, и здесь вот, в промежутках, девочки, я просто посыпала, вот, вот видите, где вот голые места, посыпала морковь, не знаю, вырастет, не вырастет, но уже ладно, вот здесь вот тоже, я смотрю, смотрите, видите, вот через сетку, там яблонька будет свистенок, ладно, слушайте, хорошо перенесла она, три у нас этих яблоньки, дай бог, чтобы они хорошо взялись, это вот миндальборосам, вот здесь вот я топинобор приложила, вот, здесь мы уже собирали артишоки, я уже три артишока собрала, мы же их варили, кушали, вот, а там он, наши гигантские, видите, вот это вот его сестры, тоже она так их посадила, посреди поля, сейчас приедет, скажет, что это, место я мало для помидоров, Рожи там посадил, вон, картошку, у нас 50 картошинок у Рожи, он покупал, в другом магазине, в ящичке 60 штук там было, но вот он там же сажал, в прошлом году, у него очень плохая была картошка, он еще как-то рано начал ее выкапывать, послушайте, так, да, кошка, он стоит, делает свои дела, прямо у меня посередине поля, где я должна капусту, сажать, цветает уже груша, вот, Марис уже распахал поле, там вот у нас хорошо видно, там у нас, вот где он полил, видите, вот такие мокрые, эти, линеечки, это у меня лук, такой он красный, длинный, а здесь вот наша картошка, но картошку мы еще не поливали, потому что еще тут холодные ночи будут, у нас картошка всего вот два рядочка, и вот здесь вот половина рядочка, вот 50 штучек, а эту хватит нам, нам ее сильно хранить тоже некогда, негде, вот в том году было на 25 штук больше, и она как-то и плохо родилась, красная, и мы ее так и не доели, даже там, может, пару килограмм и выбросили, потому что она уже это начало, там уже свяло, и все такое, нам хватит, если у рожей будет сильно много, картошкой он с вами поделится, и вот здесь вот у меня, вот лучок, вот красный, а рожей вон там, он видите распаханный, вон в первое, вот, я ему оставила, но он, видно, пореже ее сажал, такая у него длинная лунка, вот, у меня здесь, не знаю сколько, а немного лука, но я его буду продергивать, а между ними, между ними, я тогда посажу свеклу, потому что, у меня столько рассады, сейчас сходим в теплицу, всякое разное, я даже не знаю, где, что буду это, сажать, так, вот этот куст, он позже дает, а вот на этом, кусте я уже собирала, артишок, и вон, смотрите, видите, артишочек, нарастает, и здесь, вот тоже, смотрите, видите, вот два артишока, и вот отсюда, я вон вижу, он там светится, фиолетовый, ну, скоро пойдут, скоро пойдут, вон, я вижу тоже артишок, ветка на него упала, ага, смотрите, вот здесь, видите, целый букетик, вот, артишоки очень полезны для здоровья, вот, для похудения, для очистки организма, поэтому, если у меня в этом году их будет много, вот, то, ну, что ты тут ходишь, то я их буду чистить и буду замораживать, вот, они у нас дорогущие, вот, это называется сердце артишока, я покупаю иногда на заморозке, но их тоже надо любить, у них такой чуть-чуть сладковатый такой привкус, вот, разберемся, сначала наедимся вдоволь, потом будем морозить, ну, и вот наша клубника, видите, как Марис меня тут расчистил, слушайте, прямо на глазах она тут вся вылезла, подпунуть себя, давай, расти, расти, вот здесь вот еще вот, можно две подсадить, вот, так что будем надеяться, что клубника возьмется и еще нам даст ягодки в этом году, почему бы и нет, правда же, ну, вот тут кошка, видите, копает, вот это вот мое место, на котором у меня будет расти капуста, короче, капуста, морковка нет, свекла там, что останется, может быть, еще лук какой-нибудь желтый, но лук буду сажать вон там, за этим, между яблонями и артишоками, потому что места нет, так что, вот такие, друзья, дела, показала вам все, одним махом, давно, я целую неделю вообще, наверное, телефон не брала, вот, я вчера из дома вообще не выходила, лежала, лежала, изучала рецепты здорового питания, сайты там всякие разные читала, я как только туда залезу, книжками вся обложилась своими, журналы у меня новые пришли, ну, послушайте, по здоровью пришли эти французские журналы, топ санте, санте это здоровье, а главное, один журнал, который приходит мне раз в месяц, а второй, который, ну, как орс серии, это как вне серии, то есть, ну, там что-нибудь дополнительное, оба журнала только про похудение, вот, и статистика там, и как люди, во Франции 47,6%, 6%, по-моему, 47,6% людей с этим, с повышенной, смотрите, моя там становится, смотрите, на лапке, становится, как кенгурушка, такая, что-то там высматривает, ну, вот, короче, 47,6% во Франции людей с избыточным весом, из них 17 с ожирением, вот, ну, и они там пишут всякие причины, там, то-то-то, и все такое, вот, и, я за окошкой сижу, замолчала, что-то она там, это, она мне там пошла, это покопалась, там, где вот я подсеяла морковку, Мария говорит, она пришла там, видеть, мягкая земля, начала копать, он ее погнал, но все равно, она мне там все раскопала, с этими животными тоже, правда же, Азета, ну, что ты ходишь? Вот такая, так, 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 вот, так что, я все изучаю, все, у меня минут больше, чем 6 килограммов, я потеряла вес, прекрасно, еще надо, еще 16, ну, 10 хотя бы, хочу еще хотя бы 10, но вчера тоже здесь же, по этих же журналах, я прочитала, вот видите, сирень, она совсем, вот смотрите, как немножко другая, она такая вот, как бы, разбросанная, а там вот те, которые я показывала, что Морис привез, там прям такие, да, такие, такие классные, такие початочки, кукурузные, здоровская, вот, а что скоро у нас тут огородище начнется, про что-то, что-то про вес говорила, ага, и там же в этой статье вчера, что в журнале читала, написано, что люди, которые, допустим, вот я поставила себе цель сбросить 15 килограмм, да, если я в течение первых нескольких месяцев сбрасываю 30 процентов своего веса, ну, вот 5 килограмм, допустим, то есть быстро сбрасываю, то доказано, что по достижении цели, в течение 4-5 лет я весь этот вес наберу обратно, то есть, о чем это говорит, это говорит о том, что худеть нужно спокойно, худеть надо как бы медленно, но верно, вот, и тут, короче, на телеграмме появилась одна группа, девочка там, ну, девочка, молодая женщина, откуда-то и со столичным городом, не знаю, с какого, она сильно там не рассказывала, и она, значит, худела по методике одного доктора, и потом это, решила сама худеть, и вот она описывает, как она там, каждый день они взвешиваются, она с большого веса, видно, худеет, вот, и там, с очень большого веса, и, значит, у них такие ограничения, послушайте, 1200-1300 калорий, и я сегодня написала свое мнение, говорю, вы знаете, что вы всю жизнь не проживете на таких калориях, ну, то есть, все равно будут срывы, все равно в Макдональдс забежите, на свадьбу сходите, там поедите, на Новый год налопаетесь, я говорю, я вот статью прочитала, самолет, вертолет, такой шум издает, я говорю, статью вот прочитала, что все эти диеты любого доктора, да, который там, ну, и вам симпатичен, и вам удалось им там похудеть, вот, все равно у каждого у них есть свои огрехи, там, например, очень много ограничений вообще во всем, и по жирам, и по сахарам, и по муке, и по всем на свете, ну, вы же так не можете всю жизнь жить, есть там один казин, допустим, и псиллиум, булочки на псиллиуме печь, вот, избегая там всякую муку, я говорю, нужно учиться есть рационально, но не переедать, все наши проблемы у абсолютно всех людей это переедание, мы едим много, надо есть меньше, ну, пошла почитать ответы, она мои комментарии удалила, а, ну, е-мое, ну, я не обиделась, конечно, я, ну, я же рассказывала просто, что я там прочитала, но не хотят люди еще слушать, вот, они считают, что так здесь лучше, себя ограничивая во всем, ни одна диета, все диеты, уже я зубы сгрызла на этом, потому что я много лет борюсь со своим весом, но по большому счету у меня рост 174, понимаете, и у меня, допустим, я никогда не была в стадии вообще, как бы обезетей, есть начальное ожирение, есть ожирение, и потом уже есть ожирение такое, которое, ну, уже стабильное, да, большое, то есть, ну, я никогда в стадии такого вот ожирения не была, то есть, я всегда была, ну, в предстадию я вошла в этот раз, конечно, вот, по индексу этого массы тела, но дело в том, все, что я изучаю, все, что я перепробовала, чем больше ограничений в еде, тем больше мы срываемся, поэтому, я вот читаю, я изучаю, так, Мазет, если ты сейчас сюда зайдешь, как я тебя буду выгонять отсюда, потому что я сегодня не открываю теплицу, солнца нет, и как бы не очень жарко, я хочу, чтобы здесь тепло сохранялось, она любит вот поспать на стулочек, и любит залезть вот туда наверх, видите, вот я ее оставляю вот так проход, чтобы она туда прыгала, он там поднималась к своей пальме, ну вот, что здесь покажу, это у меня тыквы, вот это вот тыква, потирон, большая, такие вот, они оранжевые, круглые, вот это, это, по-моему, потимарон, нет, это бутернут, это бутернут, две тыковки вошло, взошло, а здесь, я не знаю, что здесь, короче, потимароны маленькие, и это куржи дониса, вот эти длинные, которые, да, не взошли, ну, что вы думаете, я замочила их, это, на ватных дисках, поставила дома, ну, тоже два дня стоят, еще я не вижу, чтобы они начали, это жирми, жирми, это проростки давать, и потом подсажу, потому что у меня в том году тоже, почему так закрыто, потому что мыши вытаскивают, вот эти вот уже вылезли, так вот я уже вчера разрезала, приоткрыла, вот это все у меня тоже было под пленкой, и семена свеклы взошли буквально на третий день, которые были обработаны в такую зеленую оболочку, а вторые чуть-чуть попозже, но тоже хорошо взошли, это вот я заказывала первый раз, такие называются, семена суважи, суважи это дикие, ну, вот так, прямо называется так, бутик этот, который мне не прислал мангольд, который перепутал с этим, с как его, который кислый, рюбарба, ревень, вот, он мне два пакетика ревня прислал, но ревень даже не стал высаживать, потому что я корни купила в этом в Ридере, вот они мне оба взошли, сейчас покажу, это у меня, смотрите, это у меня капуста, мизюна, такая, она знаете, такая типа с короля, такая, похожа на, если вы хотите, на такие листочки мать-мачехи, руколы такой, ну, такие длинные, высокие, вот, это капуста, потом, что там у меня, тоже вот она, вот тут у меня три рядочка, этой капусты, я без очков плохо вижу, так, это у меня селирираба, это кальраби, на два, это у меня, этот, так, подождите, она-то вытащит, не вижу, это пакчо, вот, тоже, смотрите, видите, как хорошо взошла, а это вот у меня в подарок, он положил томаты, марманда, французский старинный сорт, вот здесь вот один, одно семечко не взошло, вот три взошло, они, послушайте, они, конечно, томаты, еще, еще такие хилые, слышите звуки, это у нас мусорная машина пришла, вот, но они потом, когда в землю, ты их пересаживаешь, земля у нас нагревается, прям, послушайте, даже то, что само всходит, вот, в земле, в перепаханной, нарастают очень быстро томаты, поэтому я сильно не переживаю, вот, я, может быть, один рожей там отдам, себе два ставлю, вот, здесь, смотрите, это то, что я черенковала осенью, когда чистила пиларгонии, здесь у меня смесь всяких разных пиларгоний, и я их укладывала вот так вот, помните, параллельно, палочкой, вот эти черенки без листочков, ну, посмотрите, так, ты мне там покопайся, это ж у меня там эти, на перстянке, ну-ка пошла, ах ты зараза, ты такая, что-то ей запах нравится, этих на перстянок, вот, в цене, это вот то, что я сделала в улитках, девочки, и в улитке, это вообще, это просто ужас, вот, это, конечно, мой первый, последний эксперимент, они вон уже и дают, посмотрите, уже и листочки пошли, но они не растут, я их уже и подкармливала несколько раз, ну что, будем прыгать? вот, а вот пакчоу я купила в этом, на этой вот ферме, это я буду высаживать в землю, но уже когда вернусь из Голландии, они уже, видите, начали мне немножко желтеть, вот я прям туда водичку подливаю, не знаю, может высадить перед поездкой, не знаю, боятся они заморозков, не боятся заморозков, вот, здесь это у меня два беда базилика новых, это тоже у меня вот этот вот базилик синий, и это вот перцы, кстати, перцы, смотрите, они были посажены там 13 марта, а дома у меня, которые 20 марта я подсеивала, длинные оранжевые, кто помнит, вот, они уже лучше этих, здесь у меня петрушка, но она плохо взошла, петрушечка, ну взошла все-таки, а здесь, смотрите, помните, моя первая петрушка, вон какая красавица, уже можно резать, кушать, вот, мои космосы, космосы это космеи, смотрите, видите, они уже начинают цвести, здесь смесь цветов, то есть они должны быть разные, хорошие, так как я приеду уже, с отпуска буду рассаживать, вот, это мои начеренкованные, остеоспермумы, и вот, мне кажется, только вот этот цвет, ну как же жалко, у меня же там и желтый был, и розовый, и белый, ну вот только такие, по ходу дела, хосты мои пошли, вот, у меня была старая хосты, я ее разобрала на, эти корешки, рассадила, а это девички киви, вот буквально на прошлой неделе я получила посылку, мне был только вот такой вот один листочек, вот такой вот этот один, смотрите, пошло из корня, наросло вон почек, смотрите, вы видите, как быстро растет киви, так что мы еще и киви будем скоро собирать, так, дальше сейчас встану на стульчик, так, сейчас залезу на стульчик, там вниз поставила все, потому что пересыхает земля в пеларгониях, а внизу вот я уеду, полью на неделю, мне хватит их не поливать, единственное, что попросила, чтобы бархатцы Марис не забыл мне полить, чтобы они не высохли, но они внизу так нет, вот у меня это, нарезанная моя гортензия, когда я чистила, так я ее и не посадила, так, здесь у меня вчера я подсеяла в цене, здесь уже, вот видите, я уже, а, это эхиноцею нашла, семена, не знаю, взойдут, не взойдут, вот, здесь у меня что, это у меня капучино, капучино, это настурция, вот этих два горшочка, ой, клубничка цветет, так, а это мои перцы, вот это мои первые перцы, так, какого числа я их, сеяла, мне кажется, это 30 января, вот в конце января я их сеяла, ну, вот они, слушайте, стоят такие, ну, вот уже по три листочка там, базилик хорошо идет, видите, какой красивый базилик, самое главное, базилик-то только вот так вот трогаешь, о, он уже так пахнет вообще, так, ну что, куда пойдем, я сейчас буду уходить, я тебя заберу, чтобы ты мне тут не натворила, делов, вот, так что показала вам теплицу, все показала, рассказала, за один присед, томатики мои, вот я им сегодня, это биологическое удобрение подсыпала, и полила, это которые томаты черри, вот, ну, тоже я уже из земли подсыпала, в горшочке, и поливала жидким, а таким, вот видите, вот удобрение в коричневой баночке стоит, этим поливала удобрением, ну, я считаю, что вообще не растут, а это подсолнухи, подсолнухи, там он маленький, видите, полезный, я семечек поднатыкала, и маленький, но это все подсолнухи такие, которые семечки, у них такие полосатые, большие, я себе покупала на погрызть, но они такие жесткие, что я решила, что я их не буду, пока зубы не сломала, ну вот, а там у меня их много, так, ионим, слушай, я у тебя, может, давно уже не поливала, надо, может, полить мне тебя, эти вот уже такие вот источки, нужно убирать, которые убираются, дергать ничего не надо, но там вот, там внутри много чего почистить, по ходу дела, да, разросся он, конечно, у меня, девочки мои, он уже, видите, он же там деток этих, выпускал, тут уже на каждой детке, там целая шапка будет, конечно же, смотрите, конечно же, им там, это вот уже молодежь, конечно же, им темно, но мне сейчас некогда этим заниматься, чуть попозже, ну, вот эти маленькие, видите, как выросли за зиму, я не думала, что они так быстро растут, вот, все, мои хорошие, так, видите, мы улеглись, между моими этими, ну, сейчас, мне надо, чтобы она не лезла в эти горшки, так, все, мои хорошие, я закругляюсь, давайте, до скорой встречи, достаточно вам сегодня показала, все, что у меня стоит, все, что у меня цветет, что не цветет, где проблемы, где не проблемы, короче, все хорошо, смотрите, как хвост-то пошла, прям, за несколько дней, и вот эта вот красивая пеларгоша, разрастается, и вот, пеларгония, смотрите, два года разращиваю, одна пропала, а этот вот, этот все-таки кустик, начинает куститься, так что трепетно, трепетно, ну, все, пока, всем пока, люблю, целую, вашу право на салочек, ну, что, подтягиваться будем, ну, 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 посмотрите на это, так, ну, на виде там какие-нибудь, так самое главное, что это может быть на крыше, с этой, со стороны улицы, она говорила с вами, заболело горло, моя хорошая, принесла на руках, аж сюда вот, перед домом, посадила на дерево, она такая недовольная, она думала, что я ее домой понесу, вот здесь хвостом виляет, ой, 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 куда там, вот, все, да, мои хорошие, я вам все показала, пойду я отдыхать, до скорой встречи, ой, ну, надо же вот еще вам показать, посмотрите, вы видите, моя пеларгония, какая она шикарная, я ее занесла, были очень сильные ветра, и холодные такие, вот я ее три дня назад занесла, а вчера вечером опять занесла обратно все мои пеларгонии, потому что они стояли на улице здесь, холодные ночи, и такой ветер, и дождь должен был быть, который не пошел, поэтому я решила их все-таки занести, и, наверное, я их здесь оставлю, пока я не вернусь, со своей поездки, такой у нас тут пеларгоний уголок, ну, а что, вот с такой вот пеларгонией будешь носиться туда-сюда, потому что, смотрите, какой шик, блеск, доброе-доброе утро, сегодня у нас уже 5 апреля, посмотрите, солнышко, кошка моя вон выскочила, да, нуазет, нуазета, нуазет, нуазета, нуазета, регарда, моя красавица, короче, послушайте, как нас опять скинули с дождями, все, вчера целый день было пасмурно, и прямо они целый день, прям так вот собирался, собирался дождь, но не пошел, видите, моя прекрасная хурма, у нас холодные ночи, до 3 градуса всего, ну это не страшно, 3 градуса, главное, чтобы не заминусило, так, друзья мои, сегодня у меня на обед будет, вот это такие вот большие куски, это целяцина, котлеты целяцина, видите, на косточке, я их обжарила, вот сначала, практически на сухой, в этой сковороде, здесь у меня смешано, три лука, лук красный, лук обычный, желтый, и лук порей, сейчас это немножечко обжарится, вот, я туда добавлю, немножечко потом воды, чтобы оно чуть-чуть протушилось, выложу на лук мясо, в это время, на пару отварю картошечек несколько, потом сверху картошки, и в духовку, вот такой у нас будет обед, друзья, всем привет, у нас сегодня уже 6 апреля, мы вернулись из магазина, мы ездили специально за, пасхальным шоколадом, потому что, католическая пасха у нас в воскресенье, и наша православная, она будет 16 числа, так что, мы поехали, конечно же, как всегда набрались, но набрались, потому что, все-таки, у моего мужа четверо внуков, вот, ну и себе чуть-чуть купили, скажем так, вот этих вот два яйца, это будет для младшей внучки Марисы Джули, здесь 150 граммов, вот такая вот версия для девочек, вот, версия для мальчиков, кто помнит, в прошлом году этот киндер-шоколад весь был удален с прилавки, потому что там нашли какую-то фигню, вот, которую, какой-то, я не знаю, что там, салмонеллу, не салмонеллу, я не знаю, вот, в этом году он опять появился, значит, его проверили, значит, эти яйца, они знаете, почем, они по 9 евро 45 сантиметров, каждая, то есть, и мальчика, и девочки, а потом вот такие вот вкусные конфеты, но здесь, знаете, вот они все эти сникерсы, потом Бун, как это, Баунти, вон я вижу какие-то Галакси, потом есть, вот, какие-то вот такие Твиксы, потом Милки там какие-то, ну, короче, вот мы все любим вот эти вот конфетки, вот тоже вторая бутылка была по 50%, но одну бутылку сейчас я буду примерять, если у меня войдет чемоданчик, то, что я по весу прохожу, а вот как бы по объему не знаю, вот, одну дома оставим, одну я с собой увезу в Голландию, потому что через день я, в субботу я улетаю в Голландию, вот, пока вы увидите это видео, наверное, я уже вернусь оттуда, потом вот такие вот яйца, по 8-45 они, это молочный шоколад, но мы брали специально, это для двух сестер, для Матильды и Марилу, они уже большие девочки, поэтому мы решили, что уже киндеры, с киндерами нужно прощаться, вот это было, второе яйцо, 68% было на карточку ушло, вот на карточку нам ушло, на 5 евро 61 сантима, с одного яйца, которое 8-25 стоит, ну я считаю неплохо, а потом вот такие вот, это я лично себе взяла, чтобы в вазочке лежали яйца, все-таки тоже пасха, и католическая наша, линдловская, здесь смешанные, а сартизи, белый, черный и молочный шоколад, вторая пачка, 50% было рамбурсировано, хотя можно было взять, какое-то, что-то другое, линдловская, вот, и тоже бы с меньшей суммой, как бы сняли бы 50%, дальше вот такие вот раши, искренне надеюсь, что они у меня тоже поместятся в чемодан, вот такие вот, у меня чемодан маленький для кабины, вот, смогу ли я увезти тоже своей подружкой Светочки, вот, одну покупаю, вторая 50%, то есть это тоже нам для дома, так для дома там хорошо нам набирается, вот, и это, потому что, ну, дети придут, вот, приехала нечаянная его дочка младшая, с внуками, а у нас ничего, ни одной конфеты к чаю, представляете, вот, и вот эти я взяла себе лично, я их очень люблю, я их даже не буду выкладывать в эту вазочку, я буду когда-никогда съедать по одному, это шоколад черный, с ментальной начинкой, вот такой, видите, беленькая, вот, они были 30% сразу, 1,64 евро они убрали, а стоит оно 5,45, ну, вот это 4 евро получилось, ну, здесь же тоже, здесь же граммаж такой, 153 грамма, вот, вот это вот вообще вкусненькие, они у нас такие в квадратиках продаются, индивидуальных, такие, знаете, в коробочках, там так, 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 много-много шоколадок, но этот раз я не видела, вот, версия, как бы это, ну, вот, купили мы сегодня немножко сосиски, Мария сейчас делает гриль, жарит мясо, сосиски, немножко картошки фри, мне завтра взвешиваться, ну, ничего страшного, я ходю медленно, то есть, я себя ни в чем не урезаю, и, конечно, слежу, что я ем, но вот сегодня мы решили поесть мясо на гриле, немножко фрит, там, 100 граммов я себе посчитаю и съем, вот, читаю, послушайте, читаю, получила два журнала, получила два новых журнала, вы все знаете, да, что я получаю женский журнал «Авантаж», и сейчас вот у меня еще я подписалась на топ «Санте», еще я хочу выписать себе «Санте», «Санте» – это здоровье, «Санте» я просто магазин, магазин – это журнал, журнал здоровья, тоже мне хочется его, там тоже интересные всегда статьи, но вот что хочу показать, вот этот вот, ну, как бы «Орсири», то есть, вот это я получаю каждый месяц, и раз в два месяца или в три я получаю вот это вот «Орсири», ну, как бы «Вне серии», да, вот, оба журнала, вот, перевожу вам, как бы, набрали вес, вот, и вот целый журнал, очень много артиклей, которые будут посвящены, что такое с этим набором веса, а вот этот журнал, который вот «Орсири», да, он полностью посвящен весу, то есть, и статистика здесь, я его начала читать, я прочитала еще не очень много, вот, я дошла до какой страницы, я дошла до страницы всего лишь 23, ну, я читаю, не то, что медленно, я читаю это быстро, но я читаю, как я стараюсь все-таки что-то запоминать, поэтому, вот, первый, первый враг нашего набора веса, это, у нас с организма не уходит вода, ритасинду, то есть, вода не уходит, поэтому мы набираем вес, все, кто худел, все знают, что первое, что мы теряем, когда мы начинаем худеть, мы теряем вес, почему мы теряем вес, потому что, мы начинаем правильно питаться, и мы начинаем пить больше воды, которая начинает выводить нам, все, что у нас залеживается в организмах, ну, вот, поэтому, я все это читаю, потом вы меня там, послушайте, друзья, я ещё вам не делала анонс, я, наверное, оставлю вам ссылочку, и у меня открыт новый телеграм-канал, но это чисто для себя я его делала, где я буду собирать все свои рецепты, но там будут не видео, а именно рецепты с фотографиями. Будут в основном мои фотографии, может быть, где-то старые рецепты, которые фотографии не сохранились, и я захочу туда поместить, там будет фотография какая-нибудь с интернета, вот, но это будут чисто мои рецепты, которые я готовила, которые я готовлю, вот, поэтому кто хочет подписаться, приходите, называется ТОП Рецепт, и в основном там будут рецепты, конечно, такие для здоровья, чтобы мы кушали и не полнели, ну, естественно, со старых рецептов, там вот эти все торты Паблова и так далее, естественно, я потихонечку туда их добавлю, это я сделаю для себя, чтобы мне потом свои же рецепты не искать именно по рецептуре. Вот такие вот дела, так что остальные, всё, что остальное мы купили, я вам показывать не буду, там молоко, там мы немножко мяса соседей и так далее, один огурец я себе взяла, там это помидорки, потому что я послезавтра уезжаю, муж у меня это не ест, так что вот такие дела, всё, пошла я уже жариться мясо, пошла забрасывать картошку фри, и вот смотрите, сегодня я сейчас сходила теплицу открывать, у меня уже нарастает мой свежий салатик, вот, тут и рукла, он смешанная смесь, меланж какой-то был, вот так что я ещё салатик буду с мясом сегодня есть, сейчас сделаю помидорку, салатик, кусочек огурчика, вкуснятина, вот, так что всем хорошего настроения, постараюсь я выставить это видео, конечно, чтобы оно там совсем, хотя бы между двумя пасхами, но вы сами понимаете, я по этому году, у меня будет там много съёмок, мне будет не до выставления видео, кто подписан на меня на телеграм-каналах, я там какие-то маленькие зарисовочки покажу, конечно, но всё остальное, друзья мои, ждите, потому что все мои видео выходят очень поздно, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok